Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» и я ее ведущая Кристина Бочкарева. Сегодня у нас в гостях член Союза художников России и Российского Союза профессиональных литераторов Алексей Акиндинов. Здравствуйте, Алексей! Алексей, давайте начнем нашу беседу с вашей недавней награды в области культуры. Да, недавно я был награжден медалью за заслуги в культуре и искусстве. Медаль учреждена Российским Творческим Союзом Работников Культуры. Сама по себе организация очень солидная, она существует с 90-го года и охватывает очень много регионов России. Я посмотрел, 62 региона России, где есть представительство. И наша Рязань в том числе там в этом списке. Центральный филиал у них находится в Санкт-Петербурге, ну и в Москве довольно-таки большой, солидный филиал. Очень такой представительный. А номинировала меня на награду организация называется «Русский литературный центр». Мне позвонили и сказали, что, Алексей, мы смотрим, отслеживаем вообще тенденции, кто активно себя ведет в творческой жизни. И посмотрели, что вы очень активно и выставляетесь, и публикуетесь, и как литератор, и, естественно, как художник. Это моя профессия. И сказали, что собирайте документы, перечень документов мне медали, я им отправил. Всего кандидатов было больше тысячи, это по России. Вообще информация была в открытом доступе на награждение. То есть положение награждения медали висело на сайте Московского отделения Российского творческого союза работников культуры, и также на Русском литературном центре, на их сайте тоже висела информация. То есть подать заявку мог любой. Но у меня было предложение от Русского литературного центра, ходатайство от них было. И вот в результате позвонили, сказали, поздравляем, приезжайте на награждение. Награждение планировалось на 25 марта ко Дню работника культуры, но так как случилась трагедия, теракт в Крокус-Сити-Холл, перенеслись все даты, потому что были мероприятия эти отменены. И вот мы ждали, сказали, точную дату никто не знал, сказали, что в конце апреля. И вот позвонили где-то буквально дня за два, все было так вот быстро, сказали, приезжайте к 20 числу. Было очень солидно, это центральный дом архитектора в Москве на Гранатном переулке, старинный особняк, там собралось много народу. Причем очень интересно то, что награжденные были. То есть кандидатов было, подавших заявок больше тысячи, а награжденных было всего 41, кто медали получил. И были не только представители из России. Из России был охват, то есть это Архангельск, север, и юг – это Дагестан, Чеченская республика, Восток – это Дальний Восток. То есть охват по всей России был огромный. Плюс еще к тому же были представители, награжденные из Сербии и даже из Монголии. То есть охват был и других государств в том числе. И это был очень для меня такой торжественный момент, потому что столько людей увидеть, столько награжденных, много получилось контактов, знакомств. Вот эта средняя медаль, ее я завоевал недавно. Поговорим сначала о художественном искусстве. Как давно вы пишете картины и вообще с чего вся началась история? Я пишу картины, сколько себя знаю, может быть, лет с трех, но максимум с пяти, потому что, наверное, по-другому и не могло быть. У меня дедушка по линии мамы. Фокин Василий Алексеевич был непрофессиональным художником, очень любил изобразительное искусство, но он был вообще на все руки мастер. И вот талант его изобразительного искусства плюс большая библиотека с книгами по искусству. Даже когда мама меня вынашивала, она смотрела книги по искусству. Я уже потом в будущем, когда смотрел на уроках истории искусства работы, думаю, смотрю, знакомые какие-то работы. Она говорит, а я эти работы смотрел, когда тебя вынашивала. И дедушка, когда увидел, что я разрисовал обои, нарисовал на них Дедов Морозов, чтобы не портил я обои, подарил мне кисти, краски, а это уже были масляные краски. То есть, это не какая-то... Ну, не никакая... Акварель тоже хорошая техника. Просто вот уже с самого начала было масло, холст. Дедушка натягивал на подрамнике холсты. И я уже буквально с пяти лет начал писать маслом. И когда вопрос встал, в какую школу меня отдавать, кроме общеобразовательной, то, естественно, это была детская художественная школа номер один. И там был тоже конкурс. И я поступил туда, приняли меня. То есть, вот такой начал моего творческого пути. То есть, Фокин Василий Алексеевич, мой дедушка по линии матери, можно сказать, был моим первым учителем живописи. В каком художественном направлении и в каких техниках работаете сейчас? Я работаю в своем авторском стиле орнаментализм. Я его разрабатываю с 1996 года, потому что моей мечтой всегда было иметь свой язык художественный. Эти потребности закладывались нам, ученикам, еще с детской художественной школы. Мой преподаватель Валерий Эрик Вичеремин говорил, что у каждого из вас должен быть свой стиль, стремитесь к этому. Показывал нам работы оригинальных художников, таких как Ван Гог, Кандинский, Сальвадор Дали, Лентуулов. То есть, когда вот буквально по фрагменту картины можно узнать, кто автор. Но, естественно, тогда я еще не пришел к своему стилю орнаментализм, но учитель отмечал, что я пишу длинными тонкими мазочками, как будто вот как китайцы рисуют кистями. Уже тогда этот был задаток. И в 1996 году в Рязанском художественном училище я нашел вот эти вот, буквально концепция родилась. То есть, мир сквозь орнамент, мир сквозь узор, когда мир познается через орнамент. То есть, я вот с вами говорю, я еще на этом шестом чувстве, каком-то интуитивном, вижу какие-то узоры. Они поступают. И тут очень интересная вещь. То есть, видя узор, можно почувствовать запах. Чувствуя запах, можно увидеть в воображении узор какой-то. То есть, анестезия, смешение чувств. И вот этот орнамент, он такой сверхэмоцию несет в себе. Подтверждение я потом нашел даже у Есенина в поэктическом трактате «Ключи Марии», который я написал в 2018 году. Он пишет, орнамент – это музыка. Ряды его линий в чудеснейших и весьма тонких переплетениях, похожие на одну мелодию перед мирозданием. То есть, даже уже тогда это привлекало внимание. Но я отшлифовал эту идею, концепцию, написал свою концепцию. И с того момента, с 1996 года, написал около 250 картин, не считая авторских повторений. Вместе с ними, наверное, картин 500 получается. В каких жанрах вам нравится работать? Жанровая картина. То есть, человек, человек в городе, в основном это темы детства. Потому что я обращаюсь часто к воспоминаниям детства, самым каким-то счастливым моментам. Как мы играли зимой, катались с горки, например. Или когда я там один гулял, да поздно мама шумела мне «Гулёна, иди домой». У меня вот все картины, ну многие, это самые вот, которые для меня особо сердцу дороги. Это темы жанровых сцен с детьми, воспоминания детства. Такой вот план. Хотя есть и портреты, у меня целая портретная линия. Вот сейчас работаю над темой «Сальвадор Дали», «Триптих». Уже четыре года работаю над тремя картинами. Вот так вот долго получилось. И очень много у меня лиц, которые я пишу. То есть, и портретные, есть и натюрморты. Но самая излюбленная тема – это вот человек детства и человек труда, можно так сказать. Вы уже маститый художник, и наверняка успели как раз-таки, вот вы рассказали о том, что обзавелись своим авторским стилем и почерком. Давайте поподробнее об этом поговорим. Как вот можно узнать среди сотни картин именно ваша работа? Ну, это когда человек видит работу, вот с самого начала, когда я начал писать, люди сказали, что цепляющий глаз техника, что со стороны сразу видно, когда вся реальность соткана из орнаментов. Она проступает сквозь узор. Где-то орнамент доминирует, где-то он почти невидим. Но всегда и на любом расстоянии, там издалека, когда смотришь на картину и поближе, ты начинаешь рассматривать. Все соткано из каких-то вот этих корпускул, орнаментов. Это не просто орнамент. Потому что орнамент сам по себе, он очень давно существовал. Может быть, даже раньше, чем письменность. Но применение его, как я его применил в живописи, соединив с реализмом, наслоив его на реальные предметы, такого никто до меня не делал. И в основном вот как люди даже, которые приезжают ко мне из дальних уголков страны, которые путешествуют много по миру, они говорят, что мы подобного никогда не видели. То есть, этот вот метод, этот стиль, он узнается сразу. И сейчас, на данный момент, появились уже и последователи, и ученики. Ваших последователей уже как-то назван вот этот ваш авторский почерк? Ну, орнаментализм. Я его назвал орнаментализм. У меня было несколько вариантов названий, когда я его придумал в 96-м году. Я думал, как назвать? Думал, орнаментизм. Орнаментизм. Был даже узоризм. Ну, вот от слова узор, орнамент. Но потом как-то вот прижилось орнаментализм. Уже вот стало. Но суть в том, что вот реальность и орнамент соединены вместе. Как относитесь к абстракционизму и импрессионизму? Просто сейчас среди современных авторов стало популярным это направление, и многие становятся художниками, именно начиная с абстракционизма, который с точки зрения обывателя кажется достаточно простым направлением. Дело в том, что нужно всегда художнику сначала пройти школу реалистической живописи. Это основы необходимые каждому, кто хочет потом экспериментировать. Потому что это… Вот мы, допустим, я учился в художественной школе, нас учили реалистическому рисунку, там штудировали, мы рисовали. Потом в училище также. Основа должна быть реалистической. Даже Сальвадор Дали говорил, что вначале вы научитесь реализму, как следует писать, как старые мастера, или вы хотя бы приблизитесь к этому. А уже потом экспериментируйте, делайте, что хотите. Если же, конечно, человек берёт краски и сразу пишет какие-то работы абстрактные, то в этом будет мало профессионализма. Я не знаю, добьётся ли чего-то человек. Если он пишет для души в какой-то студии, где это как психотерапия, просто вот для себя, это вполне может быть. Но чтобы за этим… А иногда даже чувствуется, стоит за этим школа или нет. То есть, по работе даже абстрактной, где пятна, даже по этой работе можно понять, как ни странно, что есть ли образование художественного человека. Недавнюю награду вам в том числе дали и за литературные заслуги. Как мастер слова, чем занимаетесь и о чём пишете? Я пишу, наверное, с 90-го года. Просто я себя не позиционировал как литератор, больше как художник, но писал постоянно, литературным творчеством занимался. Это были дневники. С 96-го года, как я создал свой стиль орнаментализма, я стал экспериментировать и в слове. То есть, там пошли у меня странные рассказы непонятные, какие-то авангардные, абстрактные. Потом уже с нулевых годов у меня пошли статьи об искусстве. В основном это рассказы о своём стиле и мировосприятии. Вот была первая публикация в солидном журнале «Наука и религия». Он имеет распространение по всей России, тираж 20 тысяч. Это очень солидный. Там была статья на целую страницу. И в основном за эти годы были публикации, как ни странно, именно в такой периодике московской, которая имеет распространение всероссийской. Вот недавно вышел журнал «Русская галерея 21-го века», где она писала выставки. В основном это какие-то статьи искусствоведческие, публицистические, но в то же время есть и стихи. Может быть, в завершении интервью прочитаете несколько своих стихотворений? Да, несколько стихотворений прочту. Есть вот простые какие-то, а потом ещё одно авангардное прочту. Простое стихотворение, но со странным названием. Называется «Герики». Окунаюсь в детство с головой. Там шумят зелёные берёзы. Сквозь прозрачный шелестящий звон, Синий блеск и огненные звёзды. Не прощайся с нами, счастье. Полетай ещё над нами. Отгоняй от нас ненасти. Звёздный храм за облаками. Молодой синоптик. Тень от ольхи. Каскадёр и гонщик. От солнца до земли. Утренний эмоцион. Звёздный гребешок. Вены ртути туги на времени реле. Чикуапи-чикуапи. Чикапити-читлан. Зеркал руки-дуги на радуге руле. Льют ромба света в утренний наш сон. Когда-нибудь я и ты станем соло. Солнцу в унисон. Красивая достаточно звукопись у стихотворения. Некоторые говорят, как считалочка, как молитва какая-то. Что-то напоминает такое. Спасибо, Алексей, вам за интересную беседу и за то, что пришли к нам сегодня в гости. Спасибо и вам. Всего доброго. В эфире была программа «Городские встречи». И я её ведущая Кристина Бочкарёва. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова